Поздравляю вас! В республиканском штабе Максима Сурайкина на этой неделе получили приток человеческих и вещественных ресурсов. Здесь утвердили дополнительных доверенных лиц кандидата и обзавелись агитационной продукцией. Будем раздавать газеты по всем, отправлять наши основные горкомы, это набережные Челны, Бугульмов, Чистополь, Зеленодольск, все где у нас есть горкомы, Варск, мы туда будем все эти агитационные материалы сейчас отправлять и раздавать. В республиканском штабе Владимира Жириновского отвечали на один из двух извечных вопросов, что делать. Здесь координировали контуры работы и готовились к выездным встречам своих доверенных лиц. Координаторы районных отделений, они организовывают встречу с избирателями, поэтому с нашими же активистами, членами партии встречаются, рассказывают, воздают вот эти агитационные какие-то разные материалы. Работа татарстанских штабов Павла Грудинина и Сергея Бабурина на этой неделе для нас осталась за кадром. Как бы там ни было, сейчас предвыборные действия, по сути, сводятся к двум глаголам – получить и распространить. В Казанском штабе Григория Явлинского раскладывали по полочкам и другим плоскостям вновь поступившие материалы. Также у нас едут из Москвы сумки для агитаторов, у которых будет тоже агитационный материал. То есть люди будут разносить его по своим домам. В Казанском штабе Ксении Собчак основная работа вышла из его стен. Люди в белом раздавали написанное «черным по белому» – агитационные газеты. Холодно, но терпимо. А это Казанский штаб Бориса Титова. Как видно, здесь разнообразная агитпродукция. Раздавать ее избирателям будут исключительно в столице республики. У нас партия молодая, а отделение у нас открылось только 28 декабря. Пока мы еще только организуемся, пытаемся работать в Казани. То есть будем работать в Казани пока. В республиканском штабе Владимира Путина на этой неделе проходили встречи с доверенными лицами из разных городов страны. С волонтерами встречались и давали им наставления Андрей Лысенко, Екатерина Красикова, Вячеслав Бочаров. Общались с волонтерами о сильной армии и патриотизме. Для меня эта встреча послужила как новым, таким энергетическим зарядом. Впечатления от встречи с волонтерами регионального штаба у меня самые теплые, потому что это был действительно интересный диалог с двух сторон. Это была встреча единомышленников. Теперь стало ясно, в каком направлении стоит работать волонтером и куда больше делать акценты. Очень сильно повлияли на нас. Будем дерзать дальше. Мы выбирали из нескольких вариантов, но вот эта комната нам показалась самая теплая. У него аура такая хорошая. А вот это Казани? Самый прочный. Самый прочный. По конструкции. Наиболее пристальное и массовое внимание не только волонтеров, но и региональных и федеральных масс-медиа вызвал визит Ментимира Шаймиева. Вместе с другими доверенными лицами обсудили программы, реализуемые в нашей стране и задачи, которые ставит Владимир Путин. Также Ментимир Шаймиев рассказал, какими качествами, на его взгляд, должен обладать лидер страны и какая ответственность на него ложится. Что за эта работа президентства? Ты заложил себе служение людям. Ты добровольно дал согласие и пошел на эту работу. Я же уже такие вещи не из чужих же слов говорю. Ну, коль ты положил себя, как говорится, на эту службу, да, ты себя в хорошем смысле и в ином смысле ты себя обрел. Ты служишь. Благодарить надо, что он пошел. У кандидатов, президента и их соратников на агитацию будет еще без малого две недели. К чему приведут все сказуемые и слагаемые избирательной кампании, станет ясно после 18 марта, когда свое слово скажет избиратель. Дмитрий Аринин, Александр Лобанов, Андерс Сентальцев. 7 дней.